Это, возможно, самый популярный напиток на планете. Потому что каждый день человечество выпивает 2 миллиарда чашек кофе. Его зерна выращивают в 70 странах, от этого зависит жизнь уже 125 миллионов человек. На нем построят бизнес одна из крупнейших сетей общепита в мире. Сами замечаете, что современный человек жить не может без стаканчика кофе. Но при этом массовое производство кофе, максимально устаревшее и нищее занятие. Почему мы подсядем именно на этот горький напиток? Что сделают его вторым после нефти товаром планеты? И как так получается, что те, кто больше всего пьют кофе, богатеют и процветают, а те, кто его выращивают, продолжают жить в бедности? Смотрите на это уникальное для планеты место. Восточно-африканская рифтовая долина. Что в ней особенного? Во-первых, именно здесь африканский континент прямо сейчас делится на две части. Африканская, она же нубийская литосферная плита, едет в одну сторону, а ее соседка сомалийская в другую. Расходятся они, правда, так уже миллионы лет, поэтому на границе их развода возникают необычные вещи. Самая высокая гора в Африке, она же вулкан Килиманджаро. Одно из самых больших и самое длинное озеро в мире, соответственно, Виктория и Тенганьика. Но, во-вторых, тут установится потрясающе теплый и мягкий климат с чудесными вулканическими почвами, чтобы на них что-то росло и развивалось. Собственно, на этих землях появится и кофе, и человек. Как вид? Почему человек? Ну, потому что в этой части Африки найдут одни из древнейших стоянок Homo sapiens. Считается, что здесь наши предки вот с четырех лап встанут на две ноги и разбредутся по земле матушки. Примерно такая же история случится и с кофе. Обратите внимание на это место, Баб-эль-Мандепский пролив. Сегодня он отделяет Африку от Аравийского полуострова. Но научные исследования говорят, что сотни тысяч лет назад ни этого пролива, а ранее самого Красного моря не было. Африка и Аравия в далеком прошлом единый континент. И в момент, когда суша здесь вот окончательно расходится, через этот узкий клочок земли часть первобытных людей из родной Африки уйдут в Азию. Кофе ждет похожая судьба, но несколько позже. Вот оно, главное кофейное дерево планеты. Его дикой родиной называют регион Кафа. В прошлом есть еще и одноименное государство, но теперь это часть современной Эфиопии. Страна эта находится как раз на восточно-африканской рифтовой долине, и сегодня она один из мировых лидеров по выращиванию кофе. Четверть того, что Эфиопия производит и продает, это как раз он, кофе. Но возвращаемся к самому источнику зерен, дереву. Его почему-то назовут кофе-арабика. Явно какая-то связь вот с арабами. А Эфиопия всю жизнь христианская страна. Все это не случайно, потому что на весь мир кофе прославится именно с аравийского полуострова. Считается, что туда его дикое завезут через Красное море от африканских соседей. И здесь, на территории современного государства Йемен, его начнут выращивать как культурное растение, а из самих зерен делать бодрящий напиток. Как это случится? Ну, есть разные легенды, суть которых сводится к одному, что сваренный кофе придает бодрости и помогает лучше и дольше молиться. Тут часто можно встретить рассказ про исламское мистическое течение суфизм. И что как раз его адепты особенно любили ночами накатить кофейка и глубже и духовнее воспитываться. Ну, а сравните теперь с главной легендой из соседней Эфиопии, где вот есть местный пастух, он увидит, что его коза облопается в кофейных зерен и пустится бодрячком в пляс. Потом якобы этот опыт повторят местные эфиопские монахи. В чем разница? А в том, что в Африке кофейные зерна явно едят, а на Аравийском полуострове их явно начнут варить. Так что на вопрос, чей кофе, лучше всего отвечает вот эта еще одна кофейная точка на карте с кофейным же названием. Йеменский порт Мокка, хотя правильнее Моха. В середине прошлого тысячелетия как раз оттуда зерна монопольно продают в разные концы планеты. Но чтобы не потерять торговое преимущество, османы, которые контролируют тогда эти земли, вот свой кофе защищают как могут. Перед продажей они кипятят, ягоды и озерна обязательно предварительно обжаривают, чтобы те, не дай бог, где-то еще не проросли. Но, как показывает история, выгодный для торговли товар от конкурентов еще никто не утаил. Кофе по земле все равно распространится, и сегодня его выращивают и в Южной Америке, и в Азии. Но тогда именно арабский мир задает кофейную моду. Почему? Одна из главных причин – исламский запрет на алкоголь. В то время как вся Европа в прямом смысле постоянно подбухивает пиво и вино. У мусульман из-за веры такой опции нет, но жить без допинга человеку вне зависимости от религии и национальности сложновато. Плюс надо понимать, что алкоголь для европейца – это еще и средство социализации. Встретиться в пабе, потрещать за бутылочкой другой – нечто подобное возникает. И в арабском мире только вокруг кофе. Что это за заведение? Правильно, кофейня. Одни из первых задокументированных откроются в Константинополе, нынешнем Стамбуле, примерно в 1550-х годах. Чем там занимаются? Ну, тем же, что и мы сейчас. Встречаются с друзьями, обсуждают дела, идеи. По факту, что тогда, что сейчас, кофейни станут так называемым третьим местом в жизни. Первые два – это дом и работа. Кстати, в конце 20 века эту же идею третьего места, но уже на современный лад, переделает владелец Starbucks Говард Шульц. Но о нем несколько позже. Тогда многие восточные кофейни в Стамбуле, Каире или Алеппо открываются рядом с учебными заведениями – медресе. Потому что кому больше всего нужен допинг для ума? Правильно, тем, кто учится и работает головой. И вот тут один из ответов на вопрос, почему кофе сегодня главный напиток человечества. Если у других людских допингов, алкоголя, никотина и наркотиков полно негативных последствий для здоровья и общества, ну, в зависимости от них, как правило, убивает, с кофе таких проблем не наблюдается. Напиток разум не затуманивает, а наоборот проясняет. И за это спасибо кофеину. Хоть это химическое соединение и постоянно нас обманывает. Смотрите, в человеческом организме есть такое вещество аденозин. Одна из его задач – сообщать нашему мозгу, что организм устал. Что делает кофеин? Ну, во-первых, он тупо блокирует это вещество, и в нашу голову перестают поступать сигналы, что надо бы там поспать или отдохнуть. А во-вторых, кофеин начинает напрямую сообщать в мозг, что давай, родной, вырабатывай еще и дофамины. Это гормоны, что улучшают наше настроение. Плюс кофеин повышает давление, сердце от него стучит чаще, адреналина внутри больше. В общем, поэтому от кофе мы становимся бодрее и внимательнее. Но чем чаще мы им закидываемся, тем мозг быстрее к этому привыкает. Поэтому, чтобы получить такой же эффект бодрости, как в первый раз, приходится повышать дозу и пить больше кофе. Но вот до смертельной дозы, в отличие от всех остальных допингов, фиг доберешься. В теории это где-то 150-200 миллиграмм на килограмм массы тела. То есть 80 чашек кофе за раз. Тут скорее желудок с мышевым пузырем пострадает, чем мозг помрет. А зачем этот кофеин вот в самих кофейных деревьях? Чтобы защищаться. Он отпугивает и даже парализует насекомых, в том числе и вредителей. Единственный, кто еще обожает кофеинчик из них, это работяги-пчелы. Они тоже от него становятся бодрее. И вот со всем этим набором положительных качеств кофе едет в Европу, якобы спасать ее от алкоголизма. Переведи. Это The Grand Cafe в Оксфорде. Заведение откроют 373 года назад и считается, что это первая кофейня в Англии. Французское кафе Procop 1686 года из Парижа. Ну и, наконец, венецианское кафе Florian 1720 года рождения. С этих заведений и начинается любовь европейцев к восточному напитку. Что он меняет? А ту самую социализацию. Что люди делают в пабе или таверне? Ну, обычно пьют, потом рассказывают друг другу всякие сплетни, поют, иногда дерутся. И, как правило, на этом все. То в кофейне посетители ведут себя культурнее. Обсуждают новости, дела, идею, политику, науку, искусство. В Великобритании эти заведения назовут университеты за гроши, потому что вход туда стоит демократичное пение, и за него ты получаешь доступ в разные клубы по интересам. Например, в кофейню Гришин ходят главные ученые того времени, Ньютон и Галей, плюс куча других членов королевского научного общества. В кофейне Ллойда любят заседать торговцы, моряки и судовладельцы. В какой-то момент им даже начнут раздавать гусиные перья, чтобы ребятам проще подписывать контракты. И в итоге из этой кофейни получится целое страховое общество и банк. А другая английская кофейня Джонатан вообще превратится в лондонскую фондовую биржу. В общем, этот кофе спасает Европу от алкоголизма, ты же говорил так. Если честно, это современные красивые домыслы, что кофе едва ли не причина начала эпохи просвещения, что благодаря кофейням европейцы перестают пить напитки, которые замедляют и притупляют чувства и разумы, и переключаются напитки-стимуляторы, кофе и чай становятся более продуктивными и развитыми. По мне, так одно другому не мешает. Днем кофе попить, а вечером винца с пивком. Мировой успех кофе прежде всего в его экономике. Помните, я рассказывал, как турки-османы кипятят зерна, прожаривают их, чтобы они где-то еще не проросли? Но, увы, как раз в 17 веке кофе попадет и в Индию. Примерно в это же время голландцы высаживают плантации на подконтрольном острове Ява в Индонезии. В 1723 французы начинают выращивать кофе в своей колонии на Мартинике. В 1734 на Гаите. В 18 веке кофе также попадет в Колумбию и Бразилию. И все это происходит благодаря европейским колонизаторам и рабскому труду, который они активно используют. Посмотрите, это так называемая треугольная торговля. Один из основных двигателей экономического прогресса, начиная с 16 века вплоть до середины 19. Как она работает? Европейские суда, огруженные оружием, алкоголем и лошадьми, идут в район Гвинейского залива у берегов Африки. Там эти товары они обменивают на живых людей, африканцев. Ну или просто их воруют. Далее корабли с бесплатной рабочей силой следуют через Атлантический океан к берегам Америки. Там рабов продают в колонии, чтобы те трудились на плантациях, выращивали сахар, табак и тот самый кофе. И уже эти популярные товары везут обратно на продажу в Европу. По разным данным, за несколько веков просвещенные уже к этому моменту европейцы, которые пьют кофе, украдут из Африки от 10 до 17 миллионов человек. И именно в этот исторический период возникнет тот самый кофейный пояс. Географические регионы, где кофе выращивают и по сей день. Почему именно там? Дело в том, что арабика, главное кофейное дерево, окажется очень капризным. Оно хорошо растет и дает плоды только при стабильной температуре где-то от 18 до 21 градуса. Если будет слишком жарко, завянет. Слишком холодно, даже вот ночью крайне минимум 12 градусов, замерзнет. Плюс арабике постоянно нужно много воды, и при этом ей подавай еще и короткие сухие сезоны, чтобы ягоды правильно созревали. Но это еще не все. Кофе может расти только на склонах холмов, где-то вот на высоте от 1000 до 2000 метров. Да, в 20 веке человечество подсядет на рапусту, которая более выносливая, и кофеина в ней больше, но по вкусу она хуже. И считается, что дешевле. Но про арабику. Складываем все эти водные и получаем те самые теплые тропические регионы, где она может расти. Но комфортного климата для кофе мало. Чтобы продвинутые европейские жители наслаждались недорогим бодрящим напитком, который везут вот от рогов самого черта, в колониях ягоды должны бесплатно собирать тысячи рабочих рук. Если в Индии или Индонезии местных жителей для такой работы вполне хватает, то в Южную Америку, как вы помните, рабов завозят миллионами. И знаете, какая страна от этого выиграет больше всего? И уже вторую сотню лет главный мировой производитель кофе. Ну, правильно, Бразилия. А когда она выйдет в лидеры? Еще в 1840-х годах. А теперь любопытная деталь. Рабство в Бразилии отменят едва ли не позже всех среди больших стран. Только в 1888 году. Примерно такая же история происходит и на родине кофе в Эфиопии. Французский путешественник Поль Салье напишет «Весь рынок кофе-кафе монополизирован мусульманами из Гондора, промышляющими работорговлей». Кстати, когда в Бразилии рабство все-таки отменят, на кофейные плантации поедут трудиться японцы. В смысле? Ну, потому что в начале 20 века это еще не страна, победившая роботизацией. Тогда Япония фактически нищая. И на бразильские фермы они едут, чтобы не умереть от голода. Коля, а при чем здесь современность? А по сути это колониальная система, когда кофе выращивают за копейки, сохраняется и по сей день. Это сегодня чашка капучино в Великобритании. Условимся, что она стоит 2,5 фунта. Примерно те же 300 рублей, что и в Москве. Из чего складывается эта цена? Больше всего в ней аренды за помещение. 88 пенсов или 35%. Еще 25% это зарплата персоналу. Далее заведение отчисляет налоги в стране, в которой оно работает. Это еще 15%. Естественно, бизнес должен зарабатывать. Так что с каждой чашки 10% в карман. И еще 4% цены это молоко. Потому что самые популярные напитки вовсе не эспрессо или американо, а как раз капучино, латте и прочие рафы. И еще 7% это всякие расходники, салфетки и стаканчики. Стоп, а где вот в цене чашки кофе сам кофе? А его, дай бог, 5% или жалкие 10 пенсов. Выглядите, это еще не конец. Ведь зерна доставляют в кофейне по всему миру не сырьем, а уже в готовом там обжаренном виде. Так что из этих 10 пенсов больше всего достанется обжарщику, часть экспортера, немного на транспорт, еще чуть-чуть закупщику. И только один грошовой пене получит тот, кто этот кофе выращивает за тридевять земель. А эти ребята тоже должны на что-то жить, платить деньги тем, кто кофейные ягоды ручками собирает. Сколько они получают? Но средняя зарплата, например, индийского рабочего на кофейные плантации от 200 до 400 рупий в день. В долларах это 2,5-5. Ну, на стаканчик кофе хватит. Вот выходит, что больше всего кофе потребляют самые развитые и экономически успешные страны глобального севера. А те, кто его производит, за исключением Бразилии, пьют кофе в разы меньше. Но в чем суть этой картины? Технологический уровень, как кофе выращивают и собирают, глобально не меняется сотни лет. Доходы людей в этих регионах тоже особо не растут, поэтому рабочую силу там можно держать в самом настоящем экономическом рабстве. А как кофе продается? Да по той же схеме через две биржи, лондонскую и нью-йоркскую. А несколько компаний, американских, нидерландских и швейцарских, контролируют практически весь рынок. Ну и все вместе это делает кофейное сырье невероятно дешевым. Поэтому напиток такой привлекательный, чтобы его выгодно продавать по всему миру. А главное, как известно, это реклама и маркетинг. Но какая страна больше всего пьет кофе? Ну, конечно, США. Из двух миллиардов чашек человечества каждый день четверть американская. Откуда такая любовь к кофе? Она начинается с чая. Точнее, с ненависти к чаю. Вы наверняка слышали о таком бостонском чаепитии. День, который очень почитается в Штатах, потому что именно с него стартует американская борьба за независимость от Британской империи. В то время Лондон бдительно контролирует вот все, что происходит в североамериканской колонии. В том числе и торговлю чаем. Будущих американцев законы заставляют покупать его только у британцев. Они везут его вот из Китая. Но накидывают такие конские налоги и пошлины, что американцам выгоднее гнать чай контрабандой через голландцев. Чем отвечают в Лондоне? Нагибают всех. По новому закону британская ост-инская компания может продавать свой товар по цене вдвое ниже, чем раньше и дешевле, чем у всех контрабандистов. Заканчивается все тем, что американские мятежники атакуют в Бостоне корабли, что привезут британский чай и выбрасывают его весь за борт. Очень скоро начинается полноценная война за независимость, а пить чай в американском обществе становится непатриотичным занятием. И именно с этого момента штаты глобально пересаживаются на кофе. Его и везти, кстати, ближе, а не через всю планету из Китая. Но возвращаемся к рекламе и маркетингу. Еще один ключевой элемент кофейного успеха во всем мире это вот картонный стаканчик и та самая социализация. Ну потому что сегодня фраза «пойдем выпьем кофе» она едва ли не актуальнее, чем «пойдем покурим». И за это спасибо тоже американским компаниям. Они одними из первых устраивают во время рабочего дня специальные перерывы. Кофе-брейки. Плюс устанавливают под это дело автоматы с горячим кофе в картонных стаканчиках. Зачем им это надо? Ну, конечно, не для того, чтобы кому-то социализировать. Главная цель увеличить производительность труда. Человек делает паузу, получает дозу кофеина и бодрости и вперед пахать дальше. Традиция приживается, производительность действительно растет, кофе чрезвычайно дешевый, а значит его надо завозить и продавать еще больше. Поэтому в середине 20 века рекламные компании кричат, вот думай, работай, да в конце концов чувствуй себя лучше. Главное везде, где можешь простимулировать себя кофе. Но есть у этого напитка еще одна выгодная особенность, чтобы и рекламироваться, и продаваться лучше. Широкий ассортимент продуктов. Хочешь черный, эспрессо, с пенкой, капучино, больше молока, латте, с шоколадом, пожалуйста, мокко. Никакого отношения к йеменскому порту мокко этот напиток не имеет. Шоколад кофе начнут добавлять в итальянском турине и вообще позже. Желаешь чего-нибудь совсем нежного и сладкого, угощайся, раф кофе. Кстати, этот самый раф придумают в Москве. В конце 90-х на Кузнецком мосту откроют заведение кофе Бин. И одному из постоянных клиентов, Рафаэлю Тимирбаеву, то ли не нравится ничего из меню кофейни, то ли его просто хотят удивить. В общем, специально для Рафаэля, Рафа, баристы экспериментируют и эспрессо взбивает вместе со сливками и ванильным сахаром. Напиток заходит другим посетителям, а они начинают просить кофе как Рафу. В Ирландии свой вариант кофе предложит повар-бармен Джо Шеридан. Он работает в местном аэропорту и начинает добавлять в напиток виски, чтобы пассажиры могли лучше согреться. И теперь это всем известный айриш кофе. И даже у, казалось бы, классического американо похожая история. Во времена Второй мировой американские солдаты займут территорию Италии. А там, как известно, принято пить эспрессо вот из маленьких чашечек. Для американцев это размер наперстка. Поэтому те постоянно возмущаются и требуют кружки вот правильного размера. Что делают итальянцы? Ту самую порцию эспрессо разбавляют водой и подают залетным гостям. Слегка пренебрежительно называя американо. Но весь этот кофейный набор, вот дешевые зерна, атмосфера, кофеин как такого третьего места после дома и работы, картонных стаканчиков и большого ассортимента напитков с высокой добавленной стоимостью, максимальный успех выжмет Говард Шульц и его Старбакс. Сегодня это третий после Макдональдса и Сабвея сетевой общепит на планете. И как у любого глобального бизнеса, цель там простая и понятная. Зарабатывать как можно больше денег. И как можно более красиво это упаковывать. Если коротко, Шульц и его Старбакс отлично исполняют вот две вещи. Первое. Они максимально увеличивают средний чек к покупке. Но чтобы клиент за раз оставил больше денег. Как? Те самые разнообразные напитки. Яркий пример. Дешев четвертом Старбакс покупает 24 магазина премиального кофе. Сеть известна в США своим фирменным Фрапучино. Холодный кофейный коктейль с молоком, льдом и взбитыми сливками. Им Старбакс расширяет меню. Географию спустя два года продает Фрапучино уже на 52 миллиона долларов в год. Второе. Обслуживание. Вот как вы думаете, для чего продавцы спрашивают ваше имя, чтобы написать его на стаканчик? С одной стороны, любому человеку приятно, когда к нему лично обращаются по имени. А с другой, если вы постоянный клиент, вас легче так запомнить, как вот того Рафа из московской кофейни, и предлагать вам что-то еще. Внутри самой компании образуется целый сетевой маркетинг. Работники называются партнерами, получают бонусы с прибыли, опционы на покупку акций, медицинскую страховку, стипендию на обучение. Если сотрудник доволен условиями, да, он лучше запоминает имена клиентов, их любимые напитки и другие пристрастия. И возвращаемся к первому пункту, таким образом увеличивая средний чек. Ну а сегодня эту функцию выполняет мобильное приложение. Оно собирает информацию о предпочтениях пользователей, чтобы уже не бариста на месте, а сам смартфон предлагал тебе нужные товары в нужное время, в нужной локации. Если посмотреть на самые популярные приложения в разделе Food and Drinks, то Starbucks стабильно в топ-5, что на iPhone, что на Android. Ну у нас же вроде история не про Starbucks, а про кофе. Вот помните, в самом начале я сказал, что кофейное дерево оттуда же родом, откуда и само человечество. И вот эти две истории прям переплетены. Рабство, вечное неравенство, бесконечное желание обогащаться за счет других. Пожалуйста, кофе – постоянный спутник этих недугов человеческого общества. А с другой стороны, мы ведь самые мозговитые создания на планете. Все время что-то придумываем, изобретаем, меняем мир вокруг себя. И кофе в этом смысле для нас идеальный допинг. Он помогает нам еще больше и лучше работать, но при этом не убивает нас. Кстати, есть очень веселый пример, в котором и кофе, и изобретательская мысль вот точно сойдутся в едином порыве. 91-й год. Кембриджский университет, а в нем компьютерная лаборатория. И ребята там работают до ночи и пьют очень много кофе. Но есть проблема. Чтобы налить его, надо идти в другой конец здания к единственному кофейнику. Приходишь туда, а он, зараза, пустой. И чтобы вот не бегать туда зазря, инженеры-компьютерщики придумывают онлайн-камеру. Она снимает кофейник и кидает им по три фотки в минуту, чтобы те знали, есть ли кофе в котелке или его уже кто-то выпил. Да, так на свет появится первая в истории веб-камера. Она, кстати, проработает целых 10 лет, и когда ее отключат, об этом напишут многие крупные СМИ. А сам кофейник продадут на аукционе за три с лишним тысячи фунтов. Так что, когда в следующий раз будете зумиться по фронталке своего ноута или смартфона, скажите мысленное спасибо кофе и человеческой лене. Ну и зашел контент, не забывайте на него реагировать и рассказывать друзьям. Подписывайтесь на телеграм-канал «Послезавтра», то я тоже захожу и пишу истории, правда они покороче. Бусти и патреон для тех, кто хочет поддержать команду «Послезавтра». Ну и до будущего.